Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и коротко о главном. Сила в единении. Сегодня наша республика отмечает День единства народов Дагестана. Торжества прошли в столице, городах и районах страны гор. Мини-поликлиники на колесах. Пять районных больниц получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Подробности в выпуске. Агропромышленный комплекс развивается, а специалистов не хватает. В последние годы все меньше абитуриентов по этому профилю, но теперь появилось решение. Агроклассы в школах Дагестана. Житель Кизляра просидит 14 лет в колонии за убийство бывшей жены и тещи. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Установлено, что фигурант, незаконно проник в дом своей экс-супруги, между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный набросился с ножом на 28-летнюю бывшую жену и ее 67-летнюю мать. От полученных ранений женщины скончались. Сам мужчина в садейном признался и заявил, что действовал из ревности. Почти 300 лет назад, несмотря на различия в языке и национальные особенности, дагестанские народы объединились и отстояли свою общую родину в борьбе с Надиршахом. Тогда единство дагестанцев, дружба и взаимовыручка помогли достойно пройти сквозь суровые испытания. Горцы были полны решимости и уверенности в победе, хотя противник был очень серьезным. До этого персидские войска покорили Афганистан и огромную Индию. Захватив несметные богатства, получив жалования за год вперед, захватчики двинулись на сторону гор. Однако попытки Надиршаха покорить Дагестан в итоге не увенчались успехом. Дагестанцам удалось нанести неприятелю большой урон и в конце концов остановить наступающие полчища персов. Сам Шах убежал, бросив даже свою саблю и корону. Это была поистине всеобщая победа, отвоеванная у грозного противника всеми дагестанцами. Страна гор получила огромный опыт народного единения, память о котором и сегодня сплачивает дагестанцев для решения общих задач. В этот день во всех городах и районах Республики Дагестан ежегодно проходили различные торжественные мероприятия, народные гуляния и концерты. В этом году по понятным причинам во многих городах массовые мероприятия отменены. Но этот значимый в нашей истории день не остался забытым. Для Дагестана праздник единства один из главных, ведь нигде в мире на такой маленькой территории не проживает столько народов. И этот день напоминает о том, что в самые судьбоносные моменты истории именно единение народов Дагестана позволяло преодолеть любые трудности, отставить свободу и независимость родной земли. Республиканский праздник отметили и в Дербенте. На площадке в переулке Казимбека были организованы майданы, где представители разных национальностей демонстрировали свои традиции и культуру. Там же развернулись выставки фотографий старого города и проходили мастер-классы по изобразительному искусству для детей. Всех желающих угощали ароматным чаем из самовара. Дорогие жители города Дербента, разрешите от депутатского корпуса города Дербента поздравить нас, вас, праздником Дагестана, днем единства народов. Пожелать вам достатка, согласия, успеха, мирным небом над головой. Удачи всем. Украсили праздник вокальные группы и танцевальные ансамбли. Празднество было организовано управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации города. На мероприятии также были вручены и знаки отличия за заслуги перед городом Дербент. К другим темам. Пять районных больниц получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей КАМАЗ. Это мини-поликлиники на колесах, которые будут ездить по небольшим отдаленным селам, где нет ФАПов. Отправились они в Бабайрутовскую, Цунтинскую, Тляратинскую и Цумадинскую районные больницы, а также в Кочубейскую медико-санитарную часть. Задача поставления по первичному звену, то есть приближаем помощь к населению. Передвижные комплексы можно использовать не только, как в фельдшерско-акушерские пункты, их можно использовать в том числе для того, чтобы провести и диспансеризацию населения. Можно, допустим, посадить сюда кардиолога, сделать какую-нибудь кардиологическую неделю, что, допустим, будет только кардиолог ездить. Можно взять аппарат ультразвуковой диагностики, точно так же проводить исследования. Узкие специалисты могут работать, врачи-терапевты, врачи общей практики. Поэтому ограничений никаких нет. И это только начало. В ближайшее время ожидаются новые поставки мобильных ФАПов. Всего же до конца года Дагестан получит 54 передвижных комплекса. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, а также проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. Жители будут заранее информировать о прибытии врачей, и они смогут пройти обследование, не покидая села. Парк «Россия. Моя история» в Махачкале возобновил работу после пандемии коронавируса. Его работа была приостановлена в марте. В честь открытия администрация парка приняла решение о проведении бесплатных экскурсий в зале «Мой Дагестан». В музее проведены все необходимые мероприятия для возобновления работы. Проведена влажная уборка и дезинфекция поверхностей. Также в парке пересмотрели формат проведения экскурсий. Теперь группы будут состоять максимум из пяти человек. Они будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Агроклассы появятся в школах Дагестана. Старшеклассники смогут освоить основы растеневодства, животноводства и других направлений аграрного бизнеса, сообщает Минсельхозпроди Республики. В пилотном режиме проект может быть запущен на базе нескольких школ. Минсельхозпрод совместно с Минобранаукой региона сформирует агроклассы в четырех-пяти школах. В них будут принимать учеников 8-11 классов, а преподавать им будут специалисты ведущих сельхозпредприятий Республики. Отметим, что в Дагестане наращиваются темпы развития отраслей агропромышленного комплекса, но в последние годы становится все меньше абитуриентов, поступающих, чтобы овладеть специальностями в этой сфере. В 2021 году повысят пенсию по старости. Об этом сообщили в Минтруда России. Так, среднегодовой размер страховых выплат у неработающих пенсионеров составит 17 443 рубля. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные на 2,6%. В следующем году на эти цели планируют выделить 7,8 трлн рублей. Пенсионный фонд России обеспечит выплату для 43 млн человек. Абдул-Рашид Садулаев назначен инструктором по спорту Северокавказского округа Росгвардии. Ранее олимпийский чемпион проходил службу в должности старшего инструктора по физподготовке и спорту спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. По случаю назначения на новую должность младший лейтенант Абдул-Рашид Садулаев встретился с военнослужащими батальона. Спортсмен выразил благодарность за оказанное ему доверие и рассказал о дальнейших профессиональных планах. В настоящее время он готовится к грядущим Олимпийским играм, которые пройдут в Токио. И на этом у нас все. Смотрите новости Дагестана. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»